так случилось что у меня оказалась кучка пигматита вот решил заснять может кому-то интересно садуля пигматит холодно со льдом вода но здесь четко видно что это пигматит видите вот эти вот червячки вот слюдка вообще если идете по пигматита вы жили по кварцу и пошла еще вот такая вот слюдка красивый московит то знайте что вы на верном пути если слюдки нет то но очень хорошего материала типа берила мало вероятность когда еще за нору еще и слюдка подходит тогда все тогда все хорошо это уже пигматит оттуда видите вдоль их теоглипты кварца вдоль здесь вот расположены если их вот так вот разрезать перпендикулярно то в той плоскости будут вот эти вот как раз червячки видите какие червячки это пигматит самый натуральный а в конце это видео я покажу там кусочек породы заснятой ранее в пятнадцатом году до сих пор не знаю что там такое пигматит или не пигматит вот это тоже пигматит видите с кварчиком вот они их теоглипты перпендикулярном сечении вот они вот такие вот червячки письмена когда их много это тоже пигматит можно сказать хреновенькие но пигматит вот здесь видите тоже как расположен кварчик не по прямой а вот сюда их теоглипты побежали здесь сюда все перемешано чудно то как красиво это все перемотит вот тут и кварчик отдельно вырос и мусковит какой интересный образец попался вот он шпат это уже тут занорчик рядом вот даже по моему кусок начинает вот он пигматитик потом эти шпат пошел такой и все дальше занорчик уже а это мусковит каким-то образом тут еще прилепился красава вот еще пара камней бултых нем это все с телефонки на телефонки я копал одну ямку но там один дымчак потому как не было слюды а вот если вот по этой бы въехать в занорыш то точно вы там берелы были сто пудов это что-то интересное вот это может быть даже элемент занорыш и уже мусковит вот уже шпат такой видите их теоглипты какие вот вот занорыш вылезет ну ладно это все дой из разных копей в основном телефонка а это вот это пигматит уже южаковский вот это скопь изонора пигматит вот такой тон мелковатый кое-где есть покрупнее вот видите как переходит даже кварц не настолько яркий кроме вот этого наверно как говорят держитесь вот этой вот стороны левой вот он шпат пошел здесь какой-то кварчик биотит и еще что-то что не знаю вот из этой же копе копе занора это пигматит видите мелкий только но очень-очень мелкий с кварцем там гранат встречался в этой копе ну и андалузит на было написано где-то малиновый шерл я сначала думал откуда что за малиновый шерл это андалузит имели ввиду никак не рубелит оттуда же туда же пигматит из копе занора даже плохо видно вот здесь червячки хотя вот так вот если внимательно посмотреть может и вот здесь это лучше наверное вот он рябчик такой мелкий его бы вот так вот вырезать под этим сечением тогда бы видно было ну вот тоже вот уже шпатик ежакова коби занора слюда тут от биотит моему это биотит слюдка все а вот это вот шпат немножко другой тоже одной но видите он несколько розовый говорят что в розовом шпате интересные вещи бывают гораздо интереснее чем на любых других вот это шпат из копе придорожная что надо я где-то тут кварц болтался кусок кристалла ну вот это оттуда там действительно вещи наверно были неплохие только часть взяли в виде кварца большого это придорожная вот кстати вот это интересно вот это интересно вот здесь вот четко видно что это пигматит а здесь вот такие треугольное образование их теоглиптов ну вот в конце видео я покажу подобное о viu 듯 ну в в в в